МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередная серия телепроекта «Первый экономический 110 лет во благо России». Я всей душой надеюсь, что вы с нетерпением ждали этой встречи, так же, как и я, Светлана Колосовская. Седьмой выпуск нашего проекта получился минорным, печальным, даже горьким. Он расскажет о преподавателях нашего вуза, пострадавших в период репрессий первых советских десятилетий. Эту тему мы уже затрагивали, говоря о двух священниках, служивших в учебных заведениях Марко, погибших в то зловещее время и канонизированных Русской Православной Церковью. Машина репрессий, запущенная в Советской России в 1920-х годах и набравшая обороты в 30-х-40-х, перемалывала людские судьбы и жизни аж до 50-х годов. Жертвами ее стали миллионы советских граждан, приговоренных к смертной казни или лишению свободы, выселенных, сосланных. Никогда не сотрется из памяти народной – это позорная страница нашей истории. Сразу после Октябрьской революции страна была охвачена красным террором. Считается, что начало ему было положено 7 января 1918 года, когда в Петроградской тюремной больнице был застрелен красногвардейцами и революционными матросами Федор Федорович Кокошкин, преподаватель общей теории права нашего вуза, тогда еще Московского коммерческого института. Вместе с Кокошкиным был зверски убит его товарищ по партии кадетов, объявленный Советом народных комиссаров партии врагов народа, земский врач и государственный деятель Андрей Иванович Шенгарев. На многолюдном митинге после панихиды по убитым наш профессор Новиков сказал, что эти два мученика может быть явятся как белые невинные голуби, искупительной жертвой для спасения русского народа. В сентябре 1919 года был казнен в подвалах Лубянки Николай Николаевич Щепкин, преподаватель страхового права нашего вуза и руководитель подпольной антибольшевистской организации Всероссийский национальный центр. Человек, заботами которого в Москве была создана трамвайная сеть. И к 1914 году курсировало уже 900 электрических трамваев, которые мечтал о строительстве метро в городе, и для которого состояние московских мостовых было частью жизни. Тогда же расстреляли братьев Александра и Владимира Островых. Александр Иванович был преподавателем прикладной механики в МКИ, одним из самых авторитетных русских гидравликов. Когда его уговаривали укрыться от начавшихся преследований, он наотрез отказался, зная, что жить крадучись не сумеет. Последним чтением профессора в тюремной камере был его учебник гидравлики. Другой профессор института, физик Эйхенвальд, лечившийся в те злополучные дни в Яузской больнице, рассказывал потом профессору Новикову, как однажды утром увидел во дворе больницы сваленные туда ночью трупы. Он узнал коллег Щепкина и Островых. Многие преподаватели института попадали под арест за свое вольнодумство и явное нежелание принять новую власть. Бывали случаи, что недавние коллеги даже встречались в тюремных камерах, оказавшись на соседних нарах. Руководство института, кстати, не опускало рук и постоянно хлопотало о них. К сожалению, не всегда удачно. В 1922 году из Советской России были изгнаны десятки представителей интеллигенции, людей, отстаивавших принцип духовной свободы в своей жизни и творчестве. Многие из них были отправлены за границу на немецких пассажирских судах, получивших собирательное имя «философский пароход». Это понятие стало символом эмиграции российской интеллигенции. Вождь новой большевистской России Ленин утверждал, «Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организации ее слуг и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих военных шпионов излавливать постоянно и систематически высылать за границу. Надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго». Среди пассажиров «Философского парохода» были известнейшие ученые, преподаватели Московского коммерческого института. Сергей Николаевич Булгаков – философ, теолог, экономист. В МКИ он был профессором по кафедре политической экономии и экономической политики. Иван Александрович Ильин – знаменитый писатель, публицист, сторонник белого движения. В МКИ читал курс общей теории права. Борис Петрович Вашеславцев – философ, религиозный мыслитель. Читал в МКИ «Курс философии и общей теории права». Александр Александрович Кизеветер – историк, публицист, видный деятель партии кадетов. Читал курс русской истории. Михаил Михайлович Новиков – знаменитый заолог, публицист. В 1919-2020 годах ректор Первого Московского университета, ныне МГУ имени Ломоносова. Читал в МКИ «Курс сравнительной анатомии». Эти пять замечательных ученых и педагогов покинули родные берега, чтобы никогда их больше не увидеть. А Троцкий говорил, мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. Поначалу в списки высылаемых попал и преподаватель науки о финансах Московского коммерческого института Иван Христофорович Озеров. Известный российский экономист, ученый-практик и просветитель, которого Николай II желал видеть министром торговли и промышленности Российской империи. А императрица в 1916 году, когда ситуация в стране становилась все более напряженной, говорила, что в случае крайности они пригласят Озерова, и он сумеет спасти положение. Журнал «Экономист», в котором работал профессор в 1920-х годах, Ленин считал явным центром белогвардейцев. В письме к Сталину вождь вынес заключение. Озеров и все сотрудники «Экономиста» – враги самые беспощадные, всех вон из России. Правда, потом Озерова признали не опасным и на пароходе не отправили. Но в 1930 году снова арестовали и приговорили к расстрелу с заменой десятью годами лагерей. Умер совершенно больной и разбитый Иван Озеров в промерзшем блокадном Ленинграде в первый день 1942 года. Сергей Андреевич Котлеровский, читавший курс права в Московском коммерческом институте, был человеком уникальным. Являясь доктором всеобщей истории, он защитил докторскую диссертацию и по государственному праву. В 1920 году Котлеровский был одним из обвиняемых по делу тактического центра, об участниках которого Александр Солженицын писал в архипелаге «ГУЛАГе». Самые страшные их действия. В разгар гражданской войны они писали труды, составляли записки, проекты. Да, знатоки государственного права, финансовых наук, экономических отношений, судебного дела и народного образования – они писали труды. И, как легко догадаться, нисколько при этом не опираясь на труды Ленина, Троцкого и Бухарина. Профессор Котлеровский писал о федеративном устройстве России. Тогда его освободили, но в 1938 году снова арестовали по обвинению в шпионаже и расстреляли в коммунарке под Москвой. А преподаватель русской истории Московского коммерческого института Михаил Михайлович Богословский был зачислен органами государственной безопасности в число заговорщиков и контрреволюционеров уже после своей смерти. Вот какие удивительные вещи случались в те смутные времена. Про преподавателя сельскохозяйственной кооперации нашего вуза Александра Васильевича Чаянова Сталин однажды сказал «Непонятно, почему антинаучные теории экономистов типа Чаяновых должны иметь свободное хождение в нашей печати». И автор термина «моральная экономика», экономист-аграрник, социолог, антрополог, писатель-фантаст Чаянов был тут же арестован. А был это крупный ученый, видевший в кооперации конкретную форму реализации общечеловеческой идеи взаимопомощи, необходимый при любом общественном строе. Человек энциклопедических познаний, крупнейший знаток истории Москвы, страстный библиофил Александр Васильевич Чаянов был расстрелян в 1937 году. В 1937-38 годах были расстреляны и 8 руководителей Московского института народного хозяйства имени Плеханова, наших ректоров. Об этих людях и их нелегкой судьбе вы можете узнать из другого нашего совместного проекта «Галерея ректоров Плехановки». В жутком горниле репрессий сгорели правоведы Альфонс Ирнестович Вормс, Виктор Николаевич Шреттер, зоологи Виталий Чесловович Дорогостайский и отец советской экологии Владимир Владимирович Станчинский, историк Дмитрий Николаевич Егоров, подаривший библиотеке института «Необычайный фолиант» сборник трудов нидерландского гуманиста Липсия, 1613 года издания. Были осуждены на различные сроки преподаватель экономики промышленности Лев Борисович Кофенгаус, наш первый библиотекарь, преподаватель аграрной науки Николай Петрович Агановский, преподаватель механической технологии Николай Францевич Черновский, электротехник, один из руководителей проекта ГОЭЛРО Борис Иванович Угримов. Преподаватели счетоведения, известнейшего русского бухгалтера, автора научных теорий бухучета Александра Павловича Рудановского, обвиняли в пропаганде антимарксистских идей. Но основным вредителем признали его ученика, выпускника и преподавателя нашего вуза Александра Михайловича Галагана, одного из крупнейших специалистов по теории и практике счетных наук. Над ним был организован показательный общественный суд. Да, это были самые прогрессивные люди страны, ее элита, новаторы науки, новаторы жизни, новаторы времени. Каждый уголок старых университетских зданий пропитан благородством их трепетных сердец и великих умов. Вечной памяти этих выдающихся людей и был посвящен наш рассказ. Из следующего, восьмого выпуска, вы узнаете о том, что связывает Плехановку, экономический вуз, с настоящим большим искусством. С вами была Светлана Колосовская, начальник отдела историко-культурного наследия университета. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...